Горячую рад приветствовать. Продолжаем смотреть обзоры на напитки и спортивное питание. И вот у нас рубрика энергетики. Сегодня у нас гость Томми. В Томминиверситете собственной персоной. Да, давно просили его. Энергетик довольно банальный. Торнадо Шторм. Вообще я пил его очень давно. Вообще с этим брендом знакомый очень давно. Однако, ставили добавлять новые вкусы. Плюс меняться рецептура. То есть раньше он был на сахаре, сейчас это добавить посластитель. И как я обнаружил, Шторма на обзоре у меня нет. Сейчас мы это исправим. Значит баночка 0,45 по британу за 79 рублей. Что в общем-то недорого в наше время. Давайте посмотрим состав. Гаси. Итак, состав у нас будет следующий. Сахар, лимонная кислота, астрат натрия, ароматизаторы, краситель сахарный кольер 4. Кофеин, таурин. Вот чертовы подсластители. Сукралоза, сфамкалия, бензоат натрия, витамины. В общем-то и все. То есть классический состав, кофеин, таурин. Единственное, теперь здесь подсластители. Заводы разные, называть смысла нет. А как видим, пониженная калорийность. У нас здесь 20 ккал на 100 литров напитка. 4,8 грамм углеводов в виде сахара. То есть что они сделали? Они опять разбавили все это дело сукралозой. Ну посмотрим, изменился ли вкус или нет. Был, помню, он сладенький. Итак, ну что, давайте дегустировать. Пожалуйста, дегустимый стаканчик. Цвет интересный, кстати. Это напоминает пиво. Ну все, давай пробовать. Погнали. Да вроде не изменился вкус. Ты пробовал шторм вообще, нет? Да, пробовал очень давно, подростком. И да, вкус вообще не изменился. То есть подсластитель не испортили, да, по ходу вкусу? Да. По сути, даже он приобрел бонусы, потому что гораздо меньше калорий здесь стоило. Ой, это то, что надо. Действительно, вроде классический шторм, сладенький. Помню, он был довольно приторный раньше. Сейчас, в принципе, он неплохо смотрится на вкус. Плюс, опять же, пониженная калорийность, и вот эти вот подсластители здесь не чувствуются. Идет довольно неплохо. Да, подсластители особо не чувствуются, вот я согласен. А по поводу, ну опять же, компонентов, вот кофеин, таурин, то есть для тренировок не подойдет. Просто взбодриться, как бы, ну, можно, да, тем более цена очень приемлемая. То есть 70-80 рублей в магазине можно найти за такую цену, поэтому, да, в принципе, добротно. То есть недорого, да? У вас классик, кофеин, таурин. Ну да, да, классик. Какую оценку может поставить там у тебя наше колесо, с учетом цены? Ну, с учетом цены, ну, не знаю. Да, то есть мне вообще торнадо, вот, вкус, вот, не всегда нравился, то есть, вот, но троечку поставить можно, вот такую твердую троечку, да. Слушайте, я, наверное, с коллегой соглашусь, что, например, тройка-четверка, в принципе, вкус неплохой. Опять же, он не сильно химозный, не сильно приторный, как многие торнадо бывают. Пить его весьма можно приятно, как на рейтинг, он слабоватый. Ну, сейчас, наверное, 4 из-за цены, потому что он довольно дешевый. Помню, наверное, в фикс-прайсе можно было его купить за 59 рублей. На такое время, да. Вот. Поэтому, как на рейтинг, он слабоват, а из плюсов пониженная калорийность, вкус весьма неплохой, поэтому пить можно, даже можно поставить 4. Ну, на этом все. Увидимся. Пока. В общем, я решил изменить свое немножко мнение, и я с оценки 3 ставлю 4, потому что можно выиграть кибертрак за 15 миллионов рублей. А зачем мы банку сломаем? Тихо, все хорошо.